В Наринмаре поселки Искатели и селе Великовисочное пройдет тренировка готовности к весеннему паводку. В населенных пунктах предстоит определить объекты, которые могут попасть в зону подтопления, отработать порядок действий на случай чрезвычайных ситуаций. Такое решение было принято на заседании комиссии по предупреждению ликвидации ЧАЭС под председательством вице-губернатора Сергея Боенко. Ледовая обстановка на Печоре сегодня одна из самых главных тем, а вместе с ней на повестке дня и ситуация на Суле. На дне реки до сих пор лежит техника, которая может стать серьезной помехой для северного завоза. Подробности в следующем материале. Обстановка на Печоре – вопрос, который сегодня волнует всех жителей региона. По словам главного метеоролога Неницкого округа Веры Волик, сроки прохождения ледохода пока остаются прежними. На Наринмаре ледоход ожидается с 1 по 6 июня. Уровни у нас небольшие, пока не меняют. Когда я 550, пока так. Значит, снега, как мне в коме сказали, у них там по территории пока еще достаточно, но в Мусинском районе снега пока побольше. Если будет тепло, он растает, если нет, надо усудержать, чтобы она не пришла к нам вместе с Печорой. В случае необходимости к ликвидации последствий паводка подключится Наринмарский объединенный авиаотряд. Предприятие готово выделить два вертолета для круглосуточного дежурства и проведения взрывных работ на заторах, а также экстренной эвакуации населения из зон потопления. В период прохождения ледохода обеспечивать правопорядок в окружных селах будут местные участковые. Туда, где их нет, направят сотрудников полиции. Всего планируется привлечь 50 человек, 7 плавсредств и 5 единиц крупногабаритной техники. Готовы к безаварийному пропуску весенних паводковых вод все структуры и подразделения МЧС России по Неницкому округу. Будет задействована работа оперативных групп, будет организована исходя из складывающей обстановки, в соответствии с прогнозом развития паводки обстановки. Скажем так, для проведения мероприятий у нас будет задействована общая группировка 138 человек, 32 единицы техники и 15 плавсредств. Вице-губернатор Сергей Боенко на заседании комиссии по ликвидации ЧС принял решение о необходимости проведения масштабной тренировки в Наринмаре, поселке Искатели и селе Великовисочное до начала ледохода. Он пояснил, что нужно определить все объекты, которые могут попасть в зону подтопления. Важно проверить, как будут действовать организации, к примеру, ЖКХ, ТУП, диспансер, воинская часть и другие в случае возникновения ЧС, сказал председатель комиссии. Чтобы люди в организации, муниципалитетах, знали, видели, увидели в своей силе и средстве то, что они ими могут сделать. Еще один вопрос, который обсудили участники заседания – обстановка на реке Сула. Напомню, в прошлом месяце в 50 километрах от села Коткино на несанкционированной ледовой переправе под лед ушли два грузовика. Подрядной организации удалось поднять на поверхность одну из машин. Вторая до сих пор остается под водой. Я так понимаю, больше не планируется никакого подъема. Насколько я узнал от председателя, сказали, что, конечно, это, наверное, бессмысленно, что машину, которую площадка будут поднимать летом с боржей. Как только я не знаю, я не понял. То есть все зимние работы прекращены. У руководства Заполярного района эта ситуация вызывает определенное беспокойство. Ведь до начала ледохода осталось не так много времени, и затонувший грузовик может стать серьезной помехой для проведения северного завоза. В муниципалитете есть какое-то плавное средство, там, или катер. В случае самой непредвиденной ситуации, чтобы перегрузкой заниматься. Перегрузкой чего? Грузов, которые будут направляться в период навигации туда. Нет, в области точно не перегрузили. Ну, это... А если запрет чуть ниже, как, на что перегружать-то? Там все будет просто несудоходное. Река будет несудоходная. Гендиректор Наринмарского авиаотряда Валерий Астапчук выразил готовность предоставить вертолет Ми-26 для эвакуации затонувшей техники. Там нужно разделить четко груз, потому что вертолет Ми-26 максимально наберет 20 тонн. Понятно, что он придет туда с топливом, он будет брать 15. Надо понимать, сколько весит автомобиль, сколько весит эти трубы. Если возможно, их там с помощью водолазов каким-то образом распределить или, допустим, зацепить каким-то образом, то он не так много по времени займет. Но важно, наверное, это ведь. На заседание комиссии было принято решение в ближайшее время направить на место происшествия окружных водолазов, чтобы они оценили обстановку. Ирина Нежалова, Антон Водряков, Телеканал «Север».